Приветствую вас Алина. Пока что, честно говоря, я вижу у вас не проявление имущественной отсталости, а определенные такие комплексы в отношении себя, где-то вот такая, ну, достаточно негативная, ну, негативная такая, характеристика себя, да, такое негативное достаточно отношение к себе. Вот, и я вижу это, честно говоря, пока что больше гораздо, чем то, что вы, какая-то умственно отстало или что-то в этом роде. То есть мне кажется, мне видится так, что интеллект у вас в целом сохранен. Вот. Но есть комплексы страхи по поводу того, что, ну, что вы можете быть какое-то не такое, что с вами, ну, может быть, с вами что-то не так, может быть, с вами что-то очень плохое происходит. Самое очень плохое, что происходит. Вот. Сами вы, не такая, ну и прочее. Прочее-прочее вещи. Вот. Вот это может быть вполне все-таки вот комплексы страхи, ну, по отношению к себе. Вот. И, собственно, ну, проблематика есть. Паром, например, проблематика, ну, коверва. Умственность, я, век, фирот, а, следует. Смерть действ? Смерть действ? Коверва. Так что, один из вот ключевых моментов, да, это тест, сериал, тест, фиксирует, национальный отставок, умственный отставок, умственный отставок, фиксирует, и это... Делается по средствам нескольких тестов, тестов много, должно происходить не один такой тест, и даже не два таких тестов. То, что вы же хотите, получается, чтобы мы вам ответили на вопрос сейчас, значит, сохранен ли вас интеллект или нет. Никто делать этого не будет из-за профессиональных специалистов, да, никто не будет этого делать, как бы... Вот, так, так он включил, потому что, непостоянно и неэтично. Вот, а вам, как психолог, я могу задать вопрос, которые как раз такие связаны непосредственно с тем, как вам пришла эта идея, эта мысль. Вот. Вот. Вот здесь сразу видится некоторая, может быть, потребность во внимание. Потому что, если бы не страх, что с вами может быть что-то не так, ну, вы бы не обратились к психологу. Вот. Вот. Если бы не страх, что с вами что-то не так, вы бы не написали бы нам. Вот. И вид может таким образом, довольно интересным образом, появляться ваши потребности во внимание. Страшного в этом ничего нет, но лучше, конечно, для вас, для всех, лучше было бы, если бы вы, скажем так, данные потребности реализовывали несколько. Иначе, другим образом, не таким вот деструктивным, как вы это делаете сейчас, на мой взгляд, по крайней мере. Потому что, откровенно, себе и вредит сейчас. Вот. К сожалению, откровенно. Вот. К сожалению, откровенно. Вот. Проблемы с памятью. Я понимаю, что вы имеете в виду. И то, что вы не можете сосредоточиться. Это тоже для меня, в принципе, понятно, но ничто из этого не может свидетельствовать о том, что у вас могут быть проблемы с памятью. Абсолютно ничего из этого не является, ну, каким-то доказательством того, что у вас есть проблемы с памятью. Точнее, доказательством того, что у вас что-то не просто, ну, с интеллектом. Так что, простите, но, ситуация такая. Можно к вам поработать и постараться увидеть, что скрывается. За вашим страхом того, что вот с вами что-то не так. Я, я так вот подозреваю, ну, что я подозреваю, в принципе, я уже сказал. Я, вот, повторять смысл я не вижу. Ну, вот, надеюсь только, что вы для себя какие-то выводы сделаете. Все-таки, потому что очень грустно, когда человек сам в себе начинает ставить диагноз. Вот, мне кажется, это несправедливо и нечестно по отношению к вам. Ну, конечно, у вас, может быть, другое мнение на этот счет, что нормально, в принципе. Вот. На этом, пожалуй, я думаю, можно закончить. Мой ответ я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Спасибо. Продолжение следует...